27-28 числа декабря 2017 года мы решили дополнить не меньшую систему, ради коммуникационную систему, дополнительной системой сотовой связи. Необходимость возникла в том, связанная с тем, что мы готовились к новогодним праздникам, нагрузка, и так оно и казалось, нагрузка составила в среднем свыше 400 вызовов, так как 4 января 455, и с целью улучшения управляемости автомобиля и скорой медицинской помощи, прежде всего бригадами, мы посчитали необходимостью дополнить ее дополнительные связи, прежде всего сотовой. Связано это также с тем, что часть радиосигнала пропадает, особенно когда в Вологодский район выходим, не всегда получаем качественную связь. Это технические просто особенности геометрии нашего района. Там возникают немые зоны, поэтому для того, чтобы исключить эти немые изменения и сделать связь устойчиво, было принято перед Новым годом дополнить нашу связь, дополнить сотовой связью. Сотовый оператор нашего региона предоставил нам такую возможность. Были выданы 38 номеров с короткой нумерацией. Нумерация четырехзначная. Это очень важно для работы оперативной службы. Просто набор короткого номера значительно сокращает время передачи информации. Ну, естественно, улучшается работа скорой помощи. Когда не было сотовой связи, то есть связь работы давно наша оперативная, то ситуация была просто безвыходная. Где-то останавливались в поселке, искали телефон проводной и делали звонок. Так обменились информации из диспетчерской службы. Далее, когда пришли сотовые операторы, сотрудники частенько прибегали к собственным телефонам. Ну, я считаю, это неправильно. Поэтому мы приняли решение сделать вот так. Ну, скажу один нюанс. Система оперативной связи, которая у нас присутствует, определенная специфика работы. Когда говоришь, тебя слушают, но ты не слышишь. И ответ идет точно так же. Симплексная связь. Наши сотрудники довольно быстро адаптировались к новой системе связи сотовой. И сейчас, в принципе, сотовый телефон нашей связи, новой дублирующей связи, для них такое же важное дополнение, как и симплексная связь. У нас есть еще интересы к этой дублирующей системе. Мы видим перспективу развития сотовой связи. Это перспектива. У нас имеется автоматизер диспетчерской системы АДИС, которая стоит на центральной станции. Ей проведен апгрейд большой, серьезный. У нас последняя версия. И последняя версия позволяет в перспективе машину скорой перевести не только на бумажный носитель, но и на электронный носитель. То есть, если бригада, не возвращаясь на подстанцию, получит вызов, то есть, имея на руках планшет, вся информация может быть получена в планшете, распечатана, и потом, по возвращению бригады на подстанцию, она может быть распечатана, карта вызова. То есть, уже не от руки будет она написана, то есть, с нашими, сами знаете, сложными почерками в отрасли здравоохранения, Она печатана. Но это как бы перспектива развития. Мы думаем, что в 2018 году мы приступим к ее развитию и ее апробации. Но пока еще мы только учимся пользоваться сотовой связью.